Сейчас я буду рассказывать про московскую сходку. Но сначала хочу отвесить благодарочку Роману-Ведьмаку. Посмотрите, сколько добра он мне прислал по почте. Охренеть, да? Наверное, в общей сложности рубля на три, может даже больше, краски. И чисто акрил. Я прям на стриме немножко потестил цвета. Ничего, такие прикольные. В общем, краска теперь у меня точно никогда не кончится. А теперь давайте поговорим про нашу встречу. Как мы, собственно, собрались? В прошлом видео я говорил, что, ребят, пишите в группу. Оттуда мы вас закинем в чатик и оттуда уже наберем команду. Так, в принципе, и получилось. Собралось где-то человек 11. И мы решили выбрать такой райончик поближе к центру. Целью был Красный Октябрь. В итоге мы так до него толком и не добрались. То есть там запетляли, не суть. Короче, встретились мы в Бургер Кинге на полянке. Там, типа, у нас была точка, мы собираемся и оттуда двигаем. Часик посидели, всех собрали и пошли дворами. По дворе я ребятам показал, потому что никто из них не знал, как вообще это все делается. Они только по видосам смотрели. На практике, понятное дело, никто ничего не клеил. Ну, я просто показал, как это делается на примере первого. Все, в принципе, въехали, там, ты въезжать-то не нужно, все понятно и так. Пошли. И у меня была такая задача. Типа, я хотел, чтобы каждый из участников приклеил хотя бы одного кадама. Так, если посмотреть со стороны, то это довольно большая группа и очень палевно. Если мы прям, блядь, будем вместе стоять и клеить эту кадаму и все на нее смотреть, это будет палево. Вот, и мы решили сделать как? Мы присмотрели место, отодвинулись на какую-нибудь ближайшую лавочку и ждем, пока один кто-нибудь наклеит. Удобный формат, нас вообще за всю эту сходку никто не спалил. Я долго думал, где там вообще что можно обклеить, но по факту, когда ты идешь по улице, у тебя тысячу мест, куда вписывается кадама. И мы просто вот даже до Красного Октября не дошли, мы там уже половину всадили по дороге. Что у нас в основном попадалось такое, куда мы клеили? Это щитовые, какие-то такие места, которые особо некрасивые, город вообще не красят, и мы решили немножечко их так облагородить. Сначала я думал, что будем подбирать кадама как-то по цвету, куда какая больше вписывается, но по факту город серый, туда какую не впихни, она все равно будет орать своим ярким цветом, поэтому... Че по этому? В тот день было где-то минус 14 на улице, и получилось, что это самый холодный день вообще в месяце. Замерзли, но ничего, как бы нормально, грело, грело наскольче. Понятное дело, что город оживленный, люди постоянно ходят, но как-то они не обращают внимания, то есть они смотрят, да, что-то происходит, но никто нам ничего не говорил, никто не подходил, не выебывался, все было нормально. Да и места, как бы мы выбирали такие не особо лютые, то есть это не мрамор и... Нет, мрамор был, ебаный стыд, мы же на мосту наклеили. Ну, в общем, мост мы прошли и решили похавать. Типа зашли там в одну забегаловку, и тут разбились на две группы. Кто-то остался кушать, а кто-то пошел дальше там, по набережной. И вот, значит, вот этот молодой человек совершил абсолютно безумную вещь. В общем, представьте, набережная, внизу Москва-река. Метров пять, наверное, в льдыхе там, ну просто туда пизданешься, все, хуй, вылезешь, во-первых, во-вторых, ноги себе поломаешь. И вот, значит, вот этот молодой человек говорит, а я вот там могу наклеить, на одном местечке, там, блядь, я не знаю, как туда забраться, маленький такой парапетик, такой выступ, и он говорит, а я на нем даже сидеть умудрялся. Я думаю, красава, ну что, давай. У меня была с собой экшн-камера, я думаю, сейчас, блядь, материал века будет, сейчас запечатлю. Подключить. Ням-ням-ням. Нашел себе работу, блядь, VR-настройщик. Серьезно? Да. Блядь. На ней нет дисплея, и я до конца так и не разобрался, когда она там работает, не работает, индикаторы там мигают, хуй, поймешь, короче. Я думал, что я снимаю. По факту я снял только момент, когда мы туда идем. Ну там хуй снимут, блядь, даже если хотят. Криво, пиклее. Ну хуй. И уже момент, когда мы возвращаемся, блядь, я довольный рожей, иду такой, думаю, все отлично, материал в кармане. Приезжаю домой, смотрю, такой, блядь. Я думал, что это будет вишенка этого видоса. Я думал, что вот здесь он прям должен выстрелить. Как вы уже поняли, в основном у нас остались только фотки. Кое-что, конечно, ребята снимали на телефон. Можно, кстати, взглянуть. Да что, еще, еще, дави, 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 дави. Во. Все, он готов. Все, молодец, слезай, слезай, слезай. Но самая жара ожидала нас впереди. Под конец дня мы оказались на Кропоткинской, у храма Христа Спасителя. Были, конечно, кое-какие мыслишки, но я решил, что они от Лукавого. В итоге мы удовольствовались щитками, которые находились неподалеку. Я надеюсь, верующие не особо оскорбятся маленьким японским духом. В любом случае, никакой провокации наша движуха не несет. Красава, красава. Мы просто так развлекаемся. На моменте монтажа мне все-таки удалось заполучить кадры того безумного поступка. Из серии, сейчас пизданется, я снимаю. Хорошо, что все обошлось без происшествий. По итогу мероприятия все вернулись домой в целости и сохранности. Держи, держи его. Не падай, главное. Что, сальтуху сделаешь? Да, хорош. Смотри, как утро не будет. Прям в морг, блядь, стаж, давай себе. Это морг и сладость. Хорош, хорош, приклеить. Надеюсь, что вам понравилось. Ведь новая сходка не за горами. В описании ролика будет ссылка на тот самый чат, откуда я набираю желающих поучаствовать в вылазках. Что чат, что сходка. 18+, так что имейте в виду. Ссылочка проживет 2-3 дня с момента выхода этого ролика. Ловите момент. Многие снимки были опубликованы в инстаграме задолго до видоса. Так что за спойлерами туда. Ну а в группе ВК вы можете поделиться своими работами. Тоже залетайте. Если понравился ролик, поддержи лайком и комментарием. Это здорово поможет развитию этого канала. До скорого. Спасибо. 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 Спасибо.